Каждый человек находится в группе риска, потому что каждый день мы сталкиваемся с сотнями людей в общественном транспорте, на учебе, работе. Одними из основных признаков заболевания ковид являются высокая температура, затрудненное дыхание, чихание, кашель, заложенность носа, боли в мышцах и в груди, головная боль и слабость. Если вы чувствуете подобные ощущения у себя, то необходимо обратиться к врачу. Я пришел в страхе, я не знаю, что со мной, я не знаю, что происходит с теми, кто остался там за двери. Меня приняли, меня со мной говорят, мне рассказывают. И самое главное, ведь рассказывают не только кто-то, а весь персонал, от медсестер до зал главного врача, каждый на своем. И появляется уверенность. То есть ты переходишь от боящегося больного в новый уровень. Болезнь может протекать как в легкой форме, так и в тяжелой, с большим поражением легких, а также некоторыми осложнениями. По словам врачей, вакцинация – это самый эффективный на данный момент способ защиты от коронавируса. Посещаемость нашего прививочного пункта достаточно хорошая. Наши коллеги сейчас уже некоторые делают вторые прививки, если они раньше где-то начинали прививаться, не этой выездной бригадой. И, соответственно, на сегодняшний день мы не видим осложнений от тех вакцин, которые мы ввели нашим пациентам. Ну, соответственно, параллельно проходит еще вакцинация и сотрудников именно медико-санитарной части. Вакцинация проходит в два этапа. Проводится введение первого компонента вакцины, через 21 день введение второго компонента вакцины. Соответственно, считается, что через 42 дня нарабатывается достаточное количество антител, чтобы защитить человека от заболевания. Всю достоверную информацию с новостями о коронавирусе можно узнать на сайтах StopCoronavirus.RF, Минздрава России, Роспотребнадзора и Всемирная организация здравоохранения. Редактор субтитров А.Семкин